В молодой семье Розы и Виталия Науменко растут две чудесные дочери – четырехлетняя Дарья и двухлетняя Вероника. Первые месяцы после рождения младшая девочка развивалась вполне нормально. А в пять месяцев начало проявляться очень редкое генетически обусловленное заболевание – спинально-мышечная атрофия Верника Гофмана, при котором развивается мышечная слабость, что приводит к нарушению способности передвигаться. С полугода малышка перестала сидеть, в свои два года никогда не ходила. Но родители не опускают руки. Постоянные занятия лечебной физкультурой, полноценный уход, выполнение всех необходимых процедур дали свои результаты. Девочка начала понемногу самостоятельно переворачиваться, держит голову с поддержкой, но снова научилась сидеть. Кроме этого, родители приобретают для Веронички специальное, очень дорогостоящее питание. Замечательно то, что разум у деток не страдает. Они очень развитые по возрасту, психологическое состояние, эмоциональное. Она все говорит, разговаривает, болтает. Ну, рисовала бы, наверное, знает цвета, умеет считать до десяти. Да, Вероника? Недавно малышка перенесла двустороннюю пневмонию, которая при ее диагнозе является особенно опасной. Сейчас после реанимации у нее была клиническая смерть, и она была четыре дня на аппарате ИВЛ, сама не дышала. Мы просто благодарны всему нашему отделению реанимационному. Написали благодарность, куда только смогли, потому что они пошли нам навстречу, они пустили родителей, они связывались с московскими врачами, со специалистами, с пульмонологами. Мы выражаем отделению реанимации города Азов на улице Измайлова, 58, огромную благодарность всему персоналу и руководству. Однако теперь Вероника Науменко остро нуждается в поддержке с помощью специальных препаратов и оборудования, часть из которых предоставит Росфонд совместно с Министерством здравоохранения, часть – фонд помощи хосписам Вера. Но все, что касается ортопедии и протезирования, родителям надо приобретать самостоятельно. Это корсеты, тутора, кресло-коляска для прогулки и вертикализатор в первую очередь. Это нужно обращаться в компанию «Оттабок». Вчера мы связывались с ними, они нам выслали прайс. Когда мы поедем, мы очень хотим поехать туда как можно скорее, в марте, как только чуть-чуть Вероника стабилизируется. Я примерно для себя посчитала, что это около 760 тысяч, все четыре приспособления вместе с корсетом. Сам корсет стоит около 120, вместе с подголовником, ручки, ножки. Не очень дорого, но вот самое дорогое – это кресло-коляска на улице, 182 вертикализатора, 214 и домашнее кресло. Причем оборудование изготавливается, что называется, на вырост. То есть производители обещают, что будет служить ребенку в течение пяти лет. Но семье, в которой практически все деньги уходят на лечение и постоянную реабилитацию младшей дочери, 760 тысяч взять просто неоткуда. Поэтому единственная надежда – на помощь неравнодушных к чужой беде азовчан. Сейчас у нас есть временные средства, предоставил Росфонд. Это семьи СМА из Москвы, семьи, которые объединили деток по всей стране. У нас 400 деток. Мы очень надеемся, все семьи с такими детками, что в Москве пройдут все испытания и лекарства, которые только в прошлом году смогли… Американская лаборатория у нас в России будет производить лекарства. Они сейчас… лекарства есть, выбирают терапевтический эффект, дозировку. Это вот на будущее. Вместе с Розой и Виталием Науменко мы тоже надеемся, что лекарство от этой болезни появится в недалеком будущем. А пока девочке надо продержаться с нашей общей помощью. Ведь все мы знаем, что для азовчан чужих детей не бывает. Татьяна Ивашенко, Юрий Друзякин, Азов.Инфо. Азов.Инфо.Инфо.Инфо.Инфо.Инфо.Инфо.Инфо.Инфо.Инфо.Инфо.Инфо.Инфо.Инфо.Инфо.Инфо.Инфо.Инфо.Инфо.Инфо.Инфо.Инфо.Инфо.Инфо.Инфо.Инфо.Инфо.Инфо.Инфо.Инфо.Инфо.Инфо.Инфо.Инфо.Инфо.Инфо.Инфо.Инфо.Инфо.Инфо.Инфо.Инфо.Инфо.Инфо.Ин